привет ребят привет 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 сегодня на канале сегодня сегодня на канале марта асмр чаепитие с тортиком надевайте наушники делаете заход ол ячудка и зеленый чай и цветы кипискуса, крыкаде вnorка витки 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 пускай заваривается вот удалось зарезервировать кусочек это один из двух тортов, которые я пекла к Новому году вишня кислая Тсссссссссссс на бумаге сколько чай заваривается? минуты 2-3 по правилам зеленый чай нужно залить кипятком и через минуту вылить и снова залить я так не сделаю гриарджи только чуть-чуть для оттенка знаете, как чай пили наши бабушки, когда он был горячий не умею так держали забрали кусок сахара и откусывали грызли или барангул зёрбали а мы как сейчас чай пьем холодной воды туда жарах и всё ну как так можно? чай уже не чай, а помой у нас в России делают наполеон прославляя французского захватчика который напал на Россию в каком-то году 1800 по-моему это удивительно рожеский торт, но очень вкусный на самом деле не сложный обычный пшеничный коржи из муки пшеничной тесто в тесто кладут много масла разрыхлителя яйца и муку и всё это разводят водой и получается такое плотное масло масляное тесто из которого раскатывают коржи такие вилки чтобы они не дополчились и выпекают а потом готовят сварной крем на основе молочного киселя сваренного из молока с добавлением муки сахара манили когда эта основа остынет в неё ещё добавляют то есть её добавляют взбитое сливочное масло маленькими порциями чтобы взбился пышный белый крем всё просто и очень вкусно просто и очень вкусно просто это немножко длительный процесс он связан с тем что молочную основу для сахарного крема нужно ждать чтобы она остыла потом нужно долго раскатывать и выпекать коржи потом их прослаивать потом ждать когда он немного осядет потом украшать потом ещё он настаивается длительный процесс не быстрый это во мне шарлотка которую можно сделать так что так что я такой тоже делаю раз в год на новый год в креме весь секрет и сложность в креме крем очень капризная штука в этом деле иногда он просто не получается если основа сделана недостаточно густая или слишком густая он не получится если жидковатая мало мало добавили муки то взбивая потом с маслом просто будет вкусный но жидкий в кикре и он стечёт намажется тонким слоем торт недостаточно пропитается будет сухим в общем слишком сочный торт тоже не очень хорошо капризный 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 рецепт даже у меня бывало не получалось но я в таких случаях конечно не выкидываю крем он всегда получается вкусный я все равно намазала побольше лила еще боков намазала башнее чтобы он хорошо пропитал всегда съедали любой и украшает орехами мы сейчас кладем вишню наверх обычно как наша фишка я не могу выжить мелочи огромные башни м очень вкусно все вкусно вкусно что сейчас еще что варится Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Осталось два кусочка. Напишите мне, какие торты вы едите на Новый год и на другие праздники. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. У меня в доме всегда есть конфеты. Фрусия. 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 Жевательная. Особенно мармеладки. Обожаю. Фрусия. Правда говорят, что пожилые люди, как дети становятся. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.